МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 28 августа 1853 года в квартире при московской полицейской больнице ушёл из жизни 73-летний врач Фридрих Иозеф Хаас, известный в России как святой доктор Фёдор Петрович Гаас. Филантроп и бессеребренник. Его знали и уважали в салонах вельмож, в столичных больницах и даже на каторге. Одни считали врача чудаком, другие – фанатиком, третьи – блаженным праведником. А он спешил делать добро, бескорыстно помогая людям. Это удивительный человек, повторить жизненный путь которого мало кому удалось на протяжении последних почти 200 лет. Собственных детей у Фридриха Иозефа Гааса не было. И его подопечные и были его детьми. Однажды, морозной февральской ночью, Фёдор Петрович спешил на срочный вызов. Места глухие, рядом Курский вокзал. Шёл он по переулку, куда и днём тасоваться опасно, а ночью и подавно. И только за угол завернул, как вдруг из подворотни вышла толпа мужиков. И доктор слышит, а ну, шубу-то давай! Начал её скидывать и говорит, ребята, да вы меня до больного доведите, а там уж забирайте. Тут разбойники узнали доктора, на колени опустились. Потом проводили его до больного. Подождали, ещё домой отвели. Да ещё и зарок дали, больше грабежами не промышлять. Один стал истопником в больнице Гааса, а двое других – санитарами. И долго они ещё сокрушались, что не признали доброго доктора по его знаменитой на всю Москву старой всклокоченной волчьей шубе, что едва с него не сняли. В восприятии москвичей Гаас как бы культурно законсервировался, что сказывалось, в частности, в манере одеваться. Одевался он по моде конца XVIII века, ну, то есть попросту так, как одевался его отец, его дяди. Белые жабо, манжеты и шёлковые чулки, чёрный фрак, бархатные панталоны и стоптанные туфли с остальными пряжками. Волосы Фёдор Петрович гладко зачесывал назад и стягивал чёрным бантом, а сверху надевал припудренный парик. Доктор Гаас, ну, что называется, не был телесно красивым человеком. Он был грузным, с большой головой, но люди все говорят, ну, те, кто видел его, об очень добрых голубых глазах. Получилось так, что у нас нет портретов доктора Гааса, кроме одного единственного, написанного художником как бы втайне, втайне от самого Гааса. Скромный доктор Гаас ни за что бы не согласился позировать, а каждый его день начинался с молитвы. В шесть утра он, выпив настой на смородиновом листе, начинал принимать больных у себя дома. В девять отправлялся в пересыльную тюрьму на Воробьёвых горах. В полдень, пообедав пустой кашей, ехал в бутырку. Вечером шёл в храм Петра и Павла. А после скудного ужина всё той же кашей на воде Фёдор Петрович вёл приём в больнице. И так годами, без выходных. Гаас произошёл из очень верующей, благочестивой семьи, для которой христианская вера была не пустым звуком. Это была такая большая семья, многопоколенная. Он выбрал традиционный для его семьи, для его предков, путь некой такой вот реализации веры в социальной жизни, в поступки. Дед Гааса был доктором медицины в Кёльне, а его отец Петер открыл в маленьком городке Батмюнст-Рафель аптеку, где часто бесплатно готовил микстуры для бедных соседей. Он женился на вдове с маленьким сыном Катарине, и в этом браке родилось ещё девять детей. Четвёртый, Фридрих Йозеф, будущий святой русский врач, был крещён 24 августа 1780 года. Он учился как в гимназии у себя в городе, так и в университетах Европы, которые считались лучшими. Это Йенский университет и Геттегсбергский университет. Учился у лучших на тот момент преподавателей, профессоров естественно-научной направленности и философии. После окончания и получения диплома врача в Геттегсберге он учился глазным болезням в Вене. С 19 лет в столице Австрии у Фридриха Гааза уже был свой офтальмологический кабинет. Он начал работать на диссертации, но не завершил. Заразился брюшным тифом, перенёс тяжело, восстанавливал здоровье почти год и потерял своих клиентов. Он, по сути дела, остался без средств существования. При этом по некоторым причинам непонятным он был рекомендован княгине Репниной Волконской ввиду того, что у её мужа было глазное заболевание. Князь Репнин Волконский был послом России при императорском дворе в Вене. В 27 лет, командуя эскадроном полка, отличился в сражении под Аустерлицем, но после тяжёлого ранения начал слепнуть. 20-летний доктор Гааз успешно его прооперировал и принял приглашение стать домашним врачом княжеской четы в Москве. Годовая зарплата Гааза у Репниных была 2000 червонцев. И после завершения срока действия договора Фридрих решил остаться в России. К тому времени у него уже была обширная частная практика. Фридриха, теперь уже Фёдора Петровича Гааза, ждали хорошие перспективы. Фёдор Гааз был представлен царской семье, он лечил генерала-губернатора, к Николаю Васильевичу Гогулю его вызывали. Словом, он стал востребованным врачом, что неудивительно, прекрасный специалист. И даже, хотя его деньги совершенно не интересовали, разбогател. В 1806-м доктора Гааза попросили провести осмотр в Преображенском богоделенном доме, где он обнаружил запущенных глазных больных. Всех вылечил, от гонорара отказался. И впоследствии стал одним из организаторов, первой в мире специализированной глазной клиники. Гааз первым организовал и больницы для бедных. Начал собирать историю семейных болезней, анамнез, санитарками сделал женщин и создал службу скорой помощи. Он старался помочь бездомным, теряющим сознание на улицах Москвы. Это люди вот московского дна, которые могли просто однажды упасть на улице и не встать. И никто не подходил к этим упавшим на улице. Нужно было их собирать, подбирать, спешно вести, лечить. В годы эпидемии холеры Гааз занимался образованием простых людей, которые по незнанию считали, что болезнь разносят доктора. И во время холерных бунтов убивали врачей. А зараженных даже хотели сжигать, как чумных в Европе. Фёдор Петрович, кроме того, что он лечил этих больных, он доказывал людям как словес на выступлениях, так и путём примера показывал, что он после холерного больного принимал в этой же воде ванну, чтобы доказать, что общение с холерными больными не везде бывает опасным. Хотя, конечно, это не самый лучший медицинский пример. Помимо помощи простым людям и частной практики, Гааз работал терапевтом сразу в двух московских больницах – Преображенской и Старо-Екатерининской. Его труды оценила вдовствующая императрица Мария Фёдоровна и рекомендовала немецкого доктора на должность старшего, а вскоре и главного врача Павловского госпиталя, где врач от зарплаты отказался, объяснив, что доходы ему и так приносят частные пациенты. Которые позволили ему купить дом в Москве, купить загородный дом. Он мог прекрасно жениться, никаких проблем бы не было. Ну, тогда браки заключались немножко иначе, не так, как сейчас, но он был просто быть очень богатым человеком для этого. Но он сам выбрал такую жизнь, он этого хотел. Явно у него было стремление к некому посвящению. Он хотел этого. Как-то в больницу, где работал доктор Гаас, привезли крестьянскую девочку с волчанкой. Системную красную волчанку и сегодня вылечить до конца не могут. А в те времена диагноз буквально означал смертный приговор. Лицо малышки было обезображено огромной язвой. Такой страшной и зловонной, что даже мать не могла долго находиться рядом со своим ребёнком. Доктор Гаас не отходил от девочки несколько суток. Обкладывал льдом, чтобы уменьшить жар. Поил, гладил по головке, держал за руку. На ломанном русском языке рассказывал сказки, даже целовал в лоб. Девочка умерла у него на руках. А сам доктор Гаас от переутомления свалился с лихорадкой и решил поехать на воду. Но вместо отдыха составил на Северном Кавказе подробное описание лечебных качеств минеральных вод. Его исследование положило начало новой науке, курортологии, за что Фёдор Петрович был награждён Александром I алмазным перстнем. У него было два ордена, одним из которых он очень гордился. Это орден Святого Владимира 4-й степени. Носил его до конца жизни. Там ленточка ордена носилась с петлицей. Кроме этого, у него был орден Святой Анны 2-й степени. В 1812-м от сестры из Германии Гаас получил тревожное известие. Отец тяжело болен. Фёдор Петрович оставил пост главного врача Павловского госпиталя и быстро собрался в Германию. Но в это время началась война с Наполеоном. Гаас отправился на фронт. И в составе русского войска полковым хирургом дошёл до Парижа. Он посетил в 1815 году свою семью, своего отца умирающего, который умер в итоге. Но отказался оставаться, несмотря на уговоры родственников, и вернулся в Россию, которая, по сути дела, стала ему вторым домом. А спустя десятилетия светлейший князь Дмитрий Владимирович Голицын, герой войны с Наполеоном и городоначальник Москвы, решил, что Фёдор Петрович должен возглавить всё здравоохранение столицы. Так 45-летний Гаас стал главным врачом Москвы. И нажил себе кучу врагов. Его конфликт не с врачами, а с больничными начальниками был связан просто-напросто с банальной коррупцией среди администраторов больниц. Поэтому его довольно быстро выжили оттуда. Медицинские чиновники, жившие до Гааса сытно, вольготно и нагло, теперь потеряли покой и сон. Привыкли воровать лекарства и списывать на то, что их мыши съели. А Гаас приказал завести в больницах на аптечных складах котов и мышей не стало. В его подчинении находились как 30 госпиталей и больниц, так и аптеки при этих госпиталях и больницах, а также так называемая тыловая аптека, которая обслуживала российскую армию. В тот момент численностью 300 тысяч человек. Гаас первым начал требовать, чтобы в больницах проводили ежедневную влажную уборку и дезинфекцию. Теперь пациентам меняли постельное белье каждый день. Более того, по распоряжению доктора Гааса в больницах построили отдельные туалеты для женщин и мужчин. Сейчас трудно себе представить, но в начале 19 века в больницах не было ванных комнат. И доктор Гаас решил это исправить. Его отговаривали. Ну зачем? Выздоровеет, пойдет домой, помоется, в баню сходит. А не выздоровеет, вообще-то понапрасну деньги потратим. Но доктора нельзя было остановить. Враги доктора Гааса буквально заваливали приемную губернатора и суды своими доносами. И через год Федор Петрович не выдержал. Подал в отставку. Решив, что больше пользы принесет, работая рядовым врачом. Но суды в его жизни продолжались еще 20 лет. И все процессы Федор Петрович выиграл. Впереди доктора Гааса ждала главная битва его жизни. За человеческое достоинство заключенных. В то время были две институции, работавшие как черные ямы, в которых люди просто гнили. Это сумасшедшие дома и тюрьмы. Предполагалось, что если индивидууму не повезло, и он по каким-то причинам пересек границу и попал либо в сумасшедший дом, либо в тюрьму, то он как бы исключается из числа хому сапиенс. Он вообще уже не человек. В каждой из пяти московских тюрем одновременно пребывало около двух с половиной тысяч заключенных. Их почти не кормили. Разумеется, мыться арестантам было негде. Их одежда кишела вшами и блохами. Этих несчастных людей приковывали колодками к стенам. А на шее надевали железные обручи со спицами. Не сесть, не лечь. Люди уже осуждены, они уже несут наказание. Бесчеловечными условиями их как бы обрекают на дополнительное наказание. Но это дополнительное наказание не было назначено судом. Вопрос о тюремной реформе напрашивался. Он был связан вообще с изменением отношения к человеку, к человеческой личности. И Александр I учреждает попечительное общество о тюрьмах. Но из государственной казны бюджет на это благое дело не выделили. Оставалось надеяться только на Бога и филантропов. В Москве обществу тюремных попечителей своим авторитетом помогал святитель Филарет, митрополит московский и коломенский. Самые щедрые пожертвования вносили купцы-старообрядцы. А секретарем и сердцем тюремной реформы стал доктор Гаас. Гаас и старообрядцы – это отдельная тема, очень интересная. Они просто влюбились в этого доктора Гааса. Он реализовывал их старообрядческий идеал добросердечия, вот такого сочувствия, жалости к пострадавшим. Когда Гаас впервые попал в московскую тюрьму, бутырку, он испытал шок. Перед доктором распахнулись двери мрачного, смрадного мира, где женщины, мужчины, старики, молодые, матерые рецидивисты и просто замученные помещиками беглые крестьяне содержались вместе. В камерах без тепла и нар, а впереди их ждал этап. Бутырка была пересылкой и накопителем. Здесь собирали заключенных из разных губерний, заковывали в кандалы и отправляли на сибирскую каторгу. Очень часто заключенным следовали члены его семьи. Дело в том, что люди теряли кормильца. Они были обречены фактически на голодную смерть, но что им оставалось делать? Но это женщины, эти дети, они тоже не были осуждены судом. Их никто не приговаривал к содержанию в тюрьмах. Они вынуждены были жить той же самой тюремной жизнью. Переполненный негодованием и душевной болью, Гаас начал ходить по судебным инстанциям. Стал биться за безвины виноватых и за тех, кто был виновен, но все равно не заслуживал такого ада. А чиновники принялись жаловаться митрополиту Филарету на сумасшедшего немца, доктора Гааса. Он не отрицал воздаяние по закону. И он не пытался, так сказать, распахнуть двери тюрьмы и выпустить контингент наружу. Нет, этого не было. Там другое. Большое значение имеет справедливость. И если есть воздаяние по суду, то оно не может быть больше, чем определил суд. Следовательно, государство должно гарантировать какой-то минимум человеческих условий в тюрьме. Уставший от доносчиков, да и от настойчивости самого Гааса, митрополит Филарет на одном из заседаний тюремного комитета не выдержал и сказал Федору Петровичу, «Ну что вы право, если кто осужден, то значит и виновен». И тут Гаас закричал, «Владыка, да вы Христа забыли, невинно осужденного». Все замерли. Такого с главой русской церкви себе никто не позволял. А Филарет ответил, «Это не я забыл Христа, это Христос забыл меня». Отныне Владыка во всем помогал Гаасу. Именно усилиями Гааса удалось построить тюремную церковь на Воробьевых горах в пересыльной тюрьме. Получить у Владыки Филарета священника постоянного. «Нужно учить людей читать». Он на собственные деньги печатает в неимоверном, совершенно огромными тиражами азбуке. Доктор Гаас построил лазарет при Воробьевской пересылке, мастерские для заключенных и приют со школой для детей заключенных. А к тому времени у Гааса уже не было ни московского особняка, ни загородной усадьбы, ни фабрики, ни крестьян, ни кареты с белоснежными скакунами. Гаас все продал и жил при полицейской больнице. Зарплату, которую он получал, он вместе с суммами, которые он получал у благотворительной, отправлялись на помощь неимущим лицам. Подал 347 прошений о том, чтобы не разлучали детей с родителями преследования на этапы. Когда Бутырскую тюрьму посетил Николай I, недоброжелатели Гааса шепнули императору, что в отношении некоторых заключенных приговор не приводит в действие, а покрывает все это доктор Гаас. В качестве доказательства императору показали старика, который уже давно должен был идти по этапу на каторгу, а врач его упорно не выпускал из лазарета. Император строго спросил, что это означает. Вместо ответа доктор опустился на колени. Император, ну, полно, Федорович, встаньте, я же не сержусь. А тот не встает и продолжает просить отпустить старика, потому что тот до Сибири не дойдет. Император задумался и распорядился отпустить. Жалел Гаас не только немощных людей, но и списанных лошадей. Ходил на убойный рынок, сторговывал истерзанную клячу, вылечивал, откармливал, пристраивал или ездил на ней в старенькой коляске на вызовы. Настоял, чтобы на каторге завели голубятни. Считал голубей кроткими и верил в то, что уход за птицами сделает заключенных добрее и смиреннее. Но сам Федор Петрович кротостью не всегда отличался. Однажды перед строем заключенных он избил тюремного старосту за гнилые нитки для арестантов. Да так бил сильно, что трость сломал. Он придумал систему наказаний, чтобы активизировать память человека. Для малолетних преступников он вешает на стену розгу, чтобы они помнили о наказании. Чтобы заключенные помнили час смертный, что им придется дать ответ на страшном суде, он заводит в тюрьме петуха, чтобы тот кукарекал постоянно, напоминая о том, что жизнь заканчивается и нужно будет дать ответ за эту жизнь. Но две вещи в русских тюрьмах беспокоили доктора Газа сильнее всего. Это кандалы и пруд. Дело в том, что в 20-х годах 19 века, чтобы сократить число конвоиров, ручные и ножные кандалы заключенных на этапе стали крепить цепями к железному пруту. Так арестанты и шли партиями по 8-12 человек, без учета возраста, роста, пола и состояния здоровья. Если кто-то терял сознание или умирал, остальные его тащили, снимали с прута, только на привале. Их гнали, как скованный скот, по сути дела. Но все-таки суд к этому людей не приговаривал. При том, что приговор суда и так был зачастую достаточно суровым. И, конечно, нужно было что-то с этим делать. И вот, собственно, Газ известен тем, что он добился ликвидации этого самого прута. То есть условия этапа стали мягче, более человечными. Но оставались еще кандалы. Их вес был 16 килограммов, а жесткие кольца стирали тела арестантов до самых костей. При этом один высокопоставленный полицейский чин был уверен, что кандалы нагреваются в процессе движения и греют арестантов. На что Газ предложил ему проверить на себе, как они греют. Федор Петрович день и ночь думал, как облегчить страдания несчастных заключенных. И вот однажды в полицейскую больницу к доктору заглянул знакомый. Знакомый подошел к двери и слышит железный лязг. Вроде как цепь извинят. Вошел и видит. Доктор ходит по комнате в кандалах. Потом остановил, сказал, фу, прошел. С обивкой изнутри вроде как легче. Газ сконструировал оковы на 10 килограммов легче. Проложил их кольца изнутри кожей. Даже хотел пройти в них по Москве и дальше по Владимирскому тракту. Жандармы эксперимент Федора Петровича остановили. Но по распоряжению князя Голицына на московской пересылке арестантов теперь перековывали в облегченные гаазовские кандалы. И каторжане писали Федору Петровичу из своих застенков-острогов. Никого нету, чтобы заступиться за нас. Только Христос. И вы. И когда в 1953 году он заболел, то перед смертью, кроме нескольких врачей, которые его посещали, и его служанки, по-моему, никого у него и не было. Так что ушел он достаточно тяжело. Но, к сожалению, это участь многих людей, которые дают много добра людям. В комнате доктора Газа при больнице для бедных остались Библия, скромное распятие, копия Мадонны Рафаэля, несколько немецких шкатулок и телескопы. Федор Петрович любил смотреть на звезды. А совсем недавно в архиве был найден написанный им гимн для церковного прихода на музыку Бетховена, чьи сонаты Газ прекрасно исполнял на рояле, когда рояль у него был. Мы знаем, что тело далеко не сразу было предано земле, потому что много было желающих проститься с Газом. Несколько суток люди просто шли постоянной вереницей. В последний путь провожали святого доктора свыше 20 тысяч москвичей. Некий чиновник Министерства внутренних дел испугался беспорядков и послал отряд казаков с приказом разогнать. Но казаки спешились, сняли шапки и пошли за гробом Газа. Блестящий врач променял свою карьеру, достаток и будущее на благотворительность и милосердие к людям. «Спешите делать добро» – девиз всей жизни Федора Петровича Газа. Девиз этот выбит на глыбе серого камня под католическим крестом на Введенском немецком кладбище Москвы, где всегда горят свечи и лежат свежие цветы. Могилу святого доктора можно увидеть издалека. К ней прикованы арестантские кандалы. Когда-то их принесли сами заключенные с огромной благодарностью к этому удивительному человеку. Субтитры создавал DimaTorzok